Что в прошлый раз говорил, помните? Я сказал, что тема большая про Каин и Авеля Вот И Ну как-то я сам почувствовал, что я не полностью высказался И сегодня будет такое небольшое продолжение, но мы пойдем дальше И вообще вас ближе к концу вас ожидает сюрприз который вы не ожидаете Поэтому вот я вас немножко за травочку, да Знаете, я когда я тут немножко взял такой больничный тире отдых дня три, два совесть мучает всегда, что надо ехать на работу Ну вот я разрешился немножко побольше отдохнуть и у меня это всегда потом как-то сказывается Знаете, я помню, один раз я тоже не поехал на работу или съездил, он что-то приехал домой в обед и тоже залез на диван и думаю, не пойду все, всех вроде расставил просто отдохнул и начал что-то ковыряться в этом в интернете ну, думать тоже о работе ну, короче, я придумал изобретение которого еще пока нет но я знаю, что оно когда-то будет просто нужно на него там много энергии, сил и я пытался его даже сделать но некоторые люди знают о нем но я считаю, что оно действительно нужно и оно когда-то будет, оно такое для стройки вот и так что вот у меня дед был изобретатель вот поэтому и вот получилось так, что я тут отдохнул три дня и меня опять посетили такие определенные мысли которые немножко вас сегодня напрягут, я думаю опять я вам угрожаю ну, надеюсь голос вы меня услышите ну, как-то для меня это не само когда что-то вот приходит такое новое оно меня самому бросает вызов вот но действительно жизнь с Богом это вызов знаете, что такое вызов? да это вот ну, вызов это бросает вызов твоему характеру твоему твоей жизни да вот в сегодняшнем мире даже тренинги да говорят, что нужно выйти из зоны комфорта да для того, чтобы в жизни чего-то добиться нужно выйти из зоны комфорта потому что в зоне комфорта мы не растем аминь и как бы христианство оно тоже об этом и я уверен, что те люди, которые сегодня вот многие какие-то правильные вещи говорят в этих тренингах потому что действительно там есть очень много правильного практичного оно в первую очередь из христианства и первые в основном кто это все практиковал был Иисус Христос и были цветы Божьи такие как Давид Моисей Авраам да вот как Авраам стал Авраамом когда Бог ему сказал в принципе выйди из земли твоей да и повел его туда куда он не знал куда войдет правильно или нет то есть именно вот эта фишка была именно в том чтобы в первую очередь вывести да из земли из родства из родства его да и начать его водить и в этом нам ну как бы мы всегда ну как бы хотим видеть сразу там результат да побыстрее и мы готовы в что-то идти часто когда мы уверены куда мы идем да но вот жизнь с Богом часто заключается ну и настоящая такая жизнь с Богом заключается в том что ты тебе придется принимать какие-то решения которые иногда не будут приняты адекватно даже другими людьми да Иисус говорит если все люди о вас хорошо говорят то что то горе вам знаете мы иногда стараемся быть такими христианами больше озабочены тем чтобы вот о нас там не сказали плохо и часто наша святость такая да большее представление христианской жизни заключается в том чтобы не грешить жить и не грешить вот так вот сидеть не испачкаться пройти свой путь не испачкать ноги лишь бы не согрешить но я считаю для меня это вот уже больше стало младенчеством в этом есть правда да действительно Бог хочет чтобы мы были не парковочными но не ценой ничего не делали аминь вот поэтому вот эта история с Кавелем и Авелем с Каином и Авелем да вот я вам ее раскрыл так что ну там как будто мало сказано да один принес это другой принес это одного приняли другого не приняли да но мы увидели что там очень много символов духовных да и там целая жизнь за этой жертвой стояла правильно или нет то есть они по каком-то времени да принесли то есть вот они взяли и сделали ну на определенном своем жизненном пути сделали такой срез по жизни да знаете что такое срез да когда вот делаешь срез вот ты если сегодня сделаешь срез своей жизни ты кто Каин или Али ты земной или духовный твои мысли о земном или ты можешь уже сказать что ты больше о духовном думаешь да знаете вот не выдумывайте что вы Авелем я бы вам так хотел сказать мы так иногда ну хотим эту на себя накидку надеть ну я же не плохой ну тем более никого не убивал правильно или нет то есть как я могу быть Каином но вот срез Каина он в первую очередь не в том что он убил Авеля потому что это уже был вот результат такой финиш а срез Каина это то что вот имя его было приобретать был он земледельцем да был шанс у него измениться правильно или нет Бог с ним говорил он говорит делай добро посмотри на Авеля другими словами да постарайся измениться знаете вот ну мы действительно мы из этой позиции начинаем свою жизнь все потому что даже Питер сказал но не духовное сначала но душевное и как вот не крути мы все равно начинаем как земные и христианскую свою жизнь мы начинаем как земные не надо как бы вот ну много иллюзий на себя накидывать потому что вот когда я помню я начинал слышать Слово Божье оно меня резало и мне все время хотелось от него спрятаться мне все время хотелось себя видеть вот в более хороших примерах чем в более плохих и вот вот такое было наше отношение но в процессе я научился получать удовольствие от того что от того когда Библия меня показывает с не очень хорошей стороны потому что ну как бы ну и часто это действительно больше соответствует реальности и значит то что ну мне нужно где-то меняться мне нужно над чем-то там работать и о чем-то молиться да в чем-то каяться да потому что покаяние это очень хорошо перед Богом да когда тебе не в чем каяться когда Библия говорит если ты говоришь что ты без греха то ты лжец понимаете вот этого нужно бояться да нужно бояться вот этой ложной святости да которая вот когда ты видишь себя все пора мне уже туда я уже настолько свят настолько чист что ну и точно так же Бог вот через эти ситуации через эти вот все примеры Он не хочет нас уничтожить Он не хочет нас уничтожить Он нам хочет показать наоборот вот ну как бы к чему стремиться хочет нас вдохновить на то что ну благодаря тому что мы сейчас можем прочитать эту историю про того же Кавеля Каина и Авеля Кавеля все время они у меня сливаются у них даже имена такие да которые могут слиться и поэтому у нас сейчас Кавели да и Аины да вот это вот нечто такая смесь какая-то да мы сейчас можем прочитать про них поразмышлять над ихней жизнью сделать вот этот срез да который делает Бог от чего что берется и я вот хотел вам еще напомнить именно вот что я пытался передать в прошлый раз что вот эта жертва которая была принята да Богом она была принята благодаря откровению Авеля а откровение Авеля было получено в результате его служения его посвящения именно в практике именно вот в практике его жизни это не была случайность как нам кажется как она с виду кажется знаете и еще очень такой важный момент почему часто мы ну как бы мы навряд ли Авели многие из нас еще но мы можем ими стать потому что вот это вот то что Бог принял жертву Авеля вот мы много раз представляем себе эту картинку так что он принес эту вцу положил и она как и улетела и Бог принял знаете вот вот эта печать Божья что Бог принял жертву Авеля а жертву Каина отверг это тоже некий такой срез жизни это должно отражаться вот ну именно оно должно быть видно то есть это было это ну скорее всего я даже читал такие источники как вот еврейские комментарии они больше говорят о том что видимо вот это вот то что Бог принял жертву Авеля это как-то было видно со стороны над всей его жизнью то что Бог принял то что вот я не знаю что там был прорыв там в его деле или в чем но это увидел и сам Авель и это увидел даже Каин и точно так же как наоборот у Каина было видно что как-то вот у него нет благословения на фоне Авеля понимаете поэтому когда мы делаем срез по себе кто мы Каин или Авель мы должны это учитывать видно ли из моей жизни что Бог со мной что моя жизнь она под его рукой что моя жертва принята мое служение принято мое мышление принято потому что вот часто ну как бы трудно об этом сказать но иногда рано об этом говорить даже и вот тоже это тоже об этом знаете я вот эта история она не для того чтобы мы сейчас там надели на себя одну или другую одежду Каина или Авеля а то что вот я пытался сказать через эту историю и как вот ну я верю что ну как мне говорит Дух Святой Бог что сегодня тебе нужно вот из этой истории это выбрать направление каким ты хочешь двигаться хочешь ли ты двигаться в духовное и за духовным и по-настоящему серьезно к этому отнестись или ты хочешь ну как бы вот ну просто вот пытаться натянуть на себя эту одежду Авеля просто потому что ты хороший никого убивать не хочешь и там завидовать никому вроде как бы не хочешь но где-то часто действительно завидуешь потому что вот Иаков говорит да что вы просите но просите почему не получаете ну потому что просите не на добро просите из зависти просите из похоти и так далее потому что мы еще не научились просить на добро мы не научились mic Томск почему мы от Бога какие-то вещи даже не получаем и мы не можем скажет потому что часты мы не просим это с чистым сердцем у наше сердце больше есть какая-то корыст гордыня зависть помните я говорила хватает чуть-чуть примеси для того, чтобы Бог не услышал тебя. И вот как просить с чистым сердцем, как действительно молиться так, может быть, за других, за какие-то ситуации или еще что-то, чтобы действительно быть услышанным Богом. Чтобы вот, потому что вот Иисус, Он был тот, кто, да, про Него говорили, вот Бог Его слышит. Все, что Он попросит у Бога, Ему давалось. Понимаете, вот направление нашей жизни, вот оно такое, вот Он, настоящий Абель, это Иисус. И от Него нужно учиться. И, ну вот, я говорю, и я еще раз хотел вот эту вот, вот эту вот связь, да, что принимается правильное откровение, правильное сердце Бога и благословляется. Но правильное сердце и правильное откровение получается в процессе, в процессе служения, в процессе твоего решения, в первую очередь, вот, ну, что ты хочешь, твоего выбора. Ну, нам много раз и не надо, чтобы вот сейчас, у тебя такая печать, Аминь, ты готов вообще к этой печати сейчас? Чтобы на тебя сейчас такая печать была поставлена, что ты прям, вот, правильный, не возгордишься ты? Многие возгордятся, почему? Потому что недостаточно пострадали. Если бы пострадал побольше, то тогда бы и не за что было возгордиться. Поэтому, ну вот, часто Бог, вот, ну, наша жизнь, она связана с какими-то страданиями, с какими-то несправедливостями. Да, потому что, вот, ну, о нашем духовном возрасте можно судить именно по тому, как мы, ну, вот, относимся к каким-то страданиям и каким-то несправедливостям в нашу жизнь. Потому что, ну, Библия говорит, что если вот вы страдаете и страдаете несправедливо, то это очень круто. И вы должны это понять. Но многие из нас еще, как бы, к этому не готовы совершенно. Страдать несправедливо. У нас сразу куча возмущений, мы сразу, для нас почему-то сразу это является отсутствием благословения. Но, вот, Иисус Христос был настолько, как бы, в возрасте, что Он был готов страдать несправедливо. Вот это все связано, знаете, вот это все связано. Потому что страдающая плотью, что делает? Перестает грешить. И это не то, чтобы вот я болею и я не грешу. Это больше, когда, ну, как бы, вот моя жизнь наполнена страданиями и я уже не грешу даже, ну, как бы, вот в своих мыслях, в своих мотивах, как ты принимаешь решение тоже. Вот. Давайте откроем Ботие. Тринадцать. У меня такая мысль, как бы, пришла, знаешь, если ты пытаешься и вообще, как бы, вот, боишься того, чтобы твои решения, да, они не были как-то осужденными, осуждены другими там людьми, и вот ты хочешь быть таким прям, вот, все вот, чтобы адекватно было, то ты еще не готов к тому, чтобы исполнять волю Божию. Потому что оно, вот, вот оно так, знаете, если кто-то про тебя не сказал, да, что ты сумасшедший, как-то хотя бы в своем сердце или не намекнул, я не говорю же прям, ну, если все так про тебя как жопают, то ты, как бы, еще далек от того, ну, как бы, куда нам нужно двигаться, да, что Бог от нас хочет, что Он подразумевает, и, потому что мы действительно ходим в веру, а не в видении, и, то есть, в принципе, вот это вот хождение веры, мы тоже это часто называем видением, да, но это видение духовное, а это имеется в виду, что, ну, я смотрю не на, вот, только сегодняшнее, да, я готов вкладываться в что-то духовное, что вот сегодня оно еще мне, ну, как бы, плод не принесет, но вот настоящее духовное, оно такое, помните, ну, как Петр за Иисусом пошел, вот он рыбачил, 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 и про него тоже можно было сказать, что первая половина его жизни, она была больше жизнью Каина, потому что он приобретал, он работал, он жил там и так далее, но вот этот вот шанс, когда Иисус проходил мимо, и его коснулось, он его не упустил, он всем сердцем пошел за Иисусом Христом, и я вот, ну, как бы, сегодня больше хочу говорить об этом, ну, можем ли мы вот хотя бы сегодня, или сегодня хотя бы задуматься об этом серьезно, ну, сделать вот этот срез, как бы, есть у меня желание действительно идти за Иисусом Христом, я даже не говорю о том, что вот действительно идти, хотя бы желание настоящее есть в твоей мечте, в твоем сердце, потому что лисицы имеют норы, птицы, гнезда, а сыну что-то, чтобы голову негде преклонить, да? Он говорит, за меня будете страдать, за меня будет имя ваше в поношении, да? То есть, ну, вот она, да, как бы выбор духовного человека, да, он не сразу будет виден, 13 глава, бытие с 8 стиха, это вот Авраам и Лод, Авраам и тот, который пошел за Богом, Лод пошел за Авраамом, как бы он поверил, то, что Авраама позвал Бог, но он шел за Авраамом, а не за Богом, да? И вот мы из этой истории должны сделать вот этот вывод, да, что вот такой вот Лод, он такой полухристианин, да, или, можно сказать, так, плотской христианин, который не готов двигаться за самим Богом, который, ну, как бы, вот он, да, с Божьими людьми, он хочет благословение, и вот это, ну, как бы, благословение, в принципе, приходит в его жизнь, но, да, вот то, которое он себе представляет, да, потому что Авраамом хорошо с ним Бог, скот у него вырос, и там вот так и написано, что вот у Лода однажды тоже все выросло, и скота так стало много, что он даже забыл вообще, да, о сути вообще вещей, о правильных приоритетах, что Лод слышит, или Авраам слышит голос Бога, да, и там, и он должен как-то вот научиться этому же, в первую очередь, да, не просто быть вот частью того, что принадлежит там Божьему народу, да, а именно вот в первую очередь откровение, и сказал Аврааму Лоту, да, вот, и там была такая ситуация, давайте я прочитаю, наверное, с пятого стиха, и у Лота, который ходил с Авраамом, тоже был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество было так велико, что они не могли жить вместе, и был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лоту, и Ханани и Ферезей жили тогда в той земле, и сказал Аврааму Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, бы мы, родственники, не вся ли земля пред тобою, отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели и стремил Господь Содом и Гамору, вся, от сегор орошался водою, как цад Господень, как земля Египетская, и избрал себе лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся лот к востоку, и отделились они друг от друга. Вот как, да, как принимать решение, да, что такое настоящий он духовный человек, да, вот, что такое плотский христианин, что такое духовный человек, человек, да. Вот этот вот принцип мы видим у Авраама, вот она развилка, и у нас тоже бывают такие развилки в жизни, как мы принимаем решение, да, видением мы ходим, то, что видим мы, то, что логично, то, что всеми принимается, или мы ожидаем от Бога, да, настоящего, и вот Авраам, имея право первым выбирать, отдает право выбирать лот, и лот выбирает видение, да, своим, преминым таким, да, он не знает планов Господних, он не знает, что... Да, в этом есть, ну, как бы, символы все христианские, да, то, что есть земное, есть небесное и так далее, да. Ну, очень интересная история, что Авраам больше говорит, ты выбери, и я пойду просто в противоположном, потому что, ну, я ненавидимое смотрю, да, и вот мы должны через эти ситуации, как бы, научиться этому, потому что, еще раз говорю, да, то, что я хотел передать через историю Каина и Авеля, и чтобы мы сделали срез именно для того, не для того, чтобы мы себе определили, кто мы Каин или Авел, а определили от того направления, в котором мы хотим двигаться. Хотим ли мы действительно быть учениками Христа? И что это значит, быть учениками Христа? Хотим ли мы действительно по-настоящему быть учениками Христа? Или мы так вот, просто это, ну, так вот получилось и играем в это? Понимаете или нет? Потому что настоящее откровение, еще раз возвращаемся в Авеля, но будет из практики, практика будет из нашего решения и посвящения, из каких-то наших вот этих вот правильных сегодняшних решений, как вот у Лота и Авраама, куда я сейчас пойду, что я хочу сейчас, готов ли я ожидать от Бога и быть в глазах мира, немножко к сумасшедшим даже. Потому что, ну, только сумасшедший так сделает, как сделал Авраам. Немного, да? Давай, ты выбери, посмотри, вот, и, конечно, там все зеленое, там все хорошо, а там просто вот пустыня. И он идет просто смиренно идет в эту пустыню. Почему? Потому что для него важно водительство Божие. Он понимает, что, ну, и мы должны, как христиане, понимать, что, ну, я не знаю на самом деле, куда мне идти. Не знаю. Но я хочу научиться доверять Богу. По-настоящему доверять. И именно ходить за духовным, в первую очередь. К чему я это тоже говорю? Ну, чисто такой практический пример. Вот я вам несколько лет, я уже учусь сейчас, у меня четвертый курс пошел. Я вам с самого начала практически начал об этом рассказать. Знаете, и никто не пошел учиться. И мы много раз говорим, я хочу, там, Богу служить, я хочу еще что-то, вот, но никто не двинулся. Я просто хочу, ну, чтобы вы сами посмотрели, ну, насколько мы действительно хотим быть учениками в Сусе Христа. Насколько вот, ну, потому что для меня было важно, когда мне Бог проговорил, там, ну, что мне нужно учиться, я захотел это услышать. Я мог сделать вид, что я не хочу это слышать. Мог спокойно вообще, перед самым, но мне было важно, что Бог хочет. Мне было очень важно, что вот, ну, действительно ли я от Него. И я искал себе свои сомнения, что я не люблю учиться, я не люблю домашнее задание. Впрочем, даже я учиться люблю, но домашнее задание не люблю и вообще не знаю, как это. Мне, наверное, нужно еще какое-то более сильное подтверждение. Он мне дал это подтверждение. И я захотел. И когда я начал учиться, у меня была борьба, что мне, ну, это, как бы вот, меня начало это все разламывать, вот это вот знание, которое на меня пришло. Не убежать оттуда захотелось. Но я знал, что мне Бог проговорил. И я сказал, ладно, ты же сказал, надо учиться, буду терпеть, буду страдать. Но, знаете, потом пришла, пришло такое благословение, такая радость вот от того, что я начал получать это духовное знание. И до сих пор я, как бы, вот, наслаждаюсь этим. Скоро вот опять ехать. И я с удовольствием. И я иногда даже говорил, что я бы вообще учился бы просто каждый год. Ну, вот. Десять лет, двадцать лет. Два раза в год по две недели. Мы там говорим о каких-то жертвах, которые мы Богу хотим принести. Но мы много раз часто люди не готовы сеять просто вот в такое духовное, чтобы взять себя и вот отправить вот туда, где есть много духовного знания, духовной пищи. Потому что, ну, много раз мы о себе думаем там что-то, что мы понимаем христианство, христианство. Знаете, мы очень мало понимаем. Когда я пошел учиться, я это понял. Моя гордость вот эта вот от того, что я там где-то был, много читал Библию, она, ну, как бы, замолчала. Когда я действительно послушал людей, которые, ну, понимают, разбираются, копают глубоко, анализируют. Знаете, я понял, что мне нужен их неопыт, мне нужно, чтобы они меня тоже научили. Да, то, что я знаю хорошо, я люблю откровения, я люблю его от Бога получать. Но я уже рассказывал, как то, что, ну, когда я, там, знание пришло больше, то откровение продолжило работать, только чуть-чуть на другом уровне. Ну, как бы, вот, ну, я это так почувствовал, как знание сначала наехало на меня, как огромный камень такой, который хотел меня раздавить. Ну, так получилось, что оно по мне проехало, так и куда-то в воду опустилось. А откровение, которое вот от Бога, оно просто приподнялось над этим, на другой уровень. Вот. Понимаете, я поэтому об этом. Ну, мы готовы к каким-то вещам, которые мы можем сделать немножко нестандартно. Потому что идти учиться для, там, человека, которому, там, прилично лет уже, ну, это вот. Ну, сейчас меня многие знают, и все время, там, ну, какие-то друзья, я все время спрашиваю, ну, что ты там учишься, ты учился? Ну, они знают, что я учусь, они что-то меня все время об этом спрашивают. И это, ну, прикольно. Прославился тем, что вот учусь в христианском будем. Потому что для людей это, ну, зачем сейчас вот это все. Но я хочу за духовным идти. Понимаете? Для меня вот это вот ценно. И я верю, что вот оно, оно принесет пользу, оно принесет плод. И мне тоже. И в это нужно именно верить. Это нужно какое-то время этому посвятить, действительно. Но, знаете, вот мы хотим каких-то пробуждений хотим, да, для города, для управы, там, я не знаю, для страны. И что думаете, пробуждение придет от того, что мы будем Богу говорить, Бог, дай пробуждение, дай пробуждение. Он что, тупой, ему надо много раз это сказать? Или он хочет от нас каких-то, ну, моментов, чтобы мы где-то вот сдвигались, расширялись. Я просто это применил вот в учебе. Ну, просто вот, ну, есть такой анализ, что, ну, действительно, никто не пошел практически учиться. Вот кроме одной имны, которую вот, ну, я сам отправил. Потому что, знаете, счет, молодая, на нее можно повлиять, и у нее там не пошло с образованием с тем, куда она пыталась, поэтому вот, хочешь учиться, давай, не жаль. И она была довольна, ей тоже очень понравилось. Понимаете, потому что учеба, та же учеба, это не просто только учеба, это еще и общение с другими христианами, это расширение своего собственного кругозора, это принесение каких-то свежих вещей в атмосферу церкви, в атмосферу твоей семьи, твоего окружения. Понимаете? Это действительно следование за Словом Божиим. Поэтому, ну, не хороните себя рано. Будьте как бы вот... Авраам, а сколько лет двинулся? Знаете ли? По-моему, 80 лет он, если я не ошибаюсь. Вот он, ну, Бог сказал, выйди из земли и расставай, да? 80. Куда бы двигаться уже, все уже, да, жить. А он только начал. Поэтому, ну, как бы, вот для духовного человека не должно быть, вот, возраст твой вообще никакого ограничения или преткновения или еще чего-то. Мы должны быть жадными до этого духовного. Я хочу вам еще про одно призвание прочитать. Елисей. Помните такого? Третье царство. Для меня Елисей, это вот величайший пророк, и для меня Елисей, вот именно отражение Иисуса Христа, и его служения, да, как бы как таково, как такой духовный символ, потому что если Илья, я уже это говорил когда-то, эти вещи с параллельно, Илья, это отражение Ана Крестителя, это сам Иисус сказал, правильно или нет? Я же ничего не перепутываю, да, что Илья должен прийти, приготовить все. И Иисус говорит, я вам говорю, что Илья уже приходил, но его не приняли. И они поняли, что он говорил им об Ана Крестителе, да, то есть вот, и мы видим, да, и я говорил, что, ну вот, эти вот сценарии, они похожи, они прокручиваются, такие же, как были прокручены там с Давидом и Саулом, да, Саул был первый, после него вышел Давид. И здесь также Илья был как Иоан Креститель, и потом Елисей, который попросил вот этого двойного духа, полноты духа. И мы знаем, что про Иисуса тоже был сам Иоан Креститель так сказал, что не может человек больше на себя взять, чем дано ему. А потом про Иисуса он сказал, что ему дает Господь Бог духа как? Без меры. Да, то есть как бы у него больше духа, чем у меня. И вот у Ильи был тоже духовный такой человек, да, исполняющий волю Божью, духоман даже такой. Ходил в одежде из верблюжьей шерсти, с кожаным поясом, лохматый, не стригся, такой настоящий пророк. И потом почему-то вот совсем другой пророк из него получается, который просил двойного духа. И это был Елисей. И я про Елисей тоже могу сказать, что первая половина жизни Елисей был Каином. Ну как бы направление у него было как у Каина, близко к земле. Кем он был, Елисей? Помните или нет? Он пахал на 12 парах. У него было 12 пар волов, и написано, что сам был при 12-й. И пахал землю. Я не знаю, что это было. Бизнес у него был, это как вот сейчас фуры есть у людей, да, в аренду сдавал и сам на 12-й ездил. Вот. У него так же с волами примерно было. 12 пар, и он еще и сам за 12-й, да. То есть мы видим такого сильного, преуспевающего бизнесмена. Елисей. Человека-дела. Человека, в принципе, которого больше заботили, но он наелся этого. Ну это мое такое мнение, знаете. И ну как бы мы действительно должны вот, ну так у нас бывает. Не духовное сначала, но душевное. Ну вот Бог так водит нас, чтобы мы наелись этим уже, да, мирским, зимным. Поняли, что не в деньгах счастья, да, а в их количество, правильно? 19-я глава. Вот это Илья здесь. И пошел он оттуда и нашел Елисей, сына Сафатова, когда он орал, да. Орал, это не значит орал, да? Ну, пахал он, да. Двенадцать пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою, и оставил Елисей валов, и побежал за Илью, и сказал, позволь мне поцеловать отцам его и мать мою, я пойду за тобой. Он сказал, ну пойди, приходи назад, ибо что я сделал тебе? Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажегший плуг валов, и сжалил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Елисей, и стал служить Елисей. Да вот, вот такой вот человек, которого на правильной жизни было целое, да, пахать, зарабатывать, и у него было вот, и он, а тот на него просто шел и свою милую бросил, пыльную вот эту вот, и тот все понял, знаете, вот все понял вообще. То есть, ну это говорит о том, что человек мечтал, человек где-то жил вот в этой неудовлетворенности, человек, ну видел, что жизнь не туда пришла, не туда, не в этом счастье, не вот в этом всем земном. И он отозвался на это. И мне, понимаете, вот Иисус когда призывает рыбаков, Петра и так далее, да, вот они улов поймали, да, и он им говорит, следуй за мной, я сделаю тебя ловцами человеческой души. Ты иногда думаешь, ну как вот они пошли-то? Мы знаем, у Петра жена была, но он пошел. Как он это вот смог? Нам хочется залезть туда и узнать, а как ты, Петр, там деньги присылал, или там у тебя накоплено было? Как это вот практически меня вот волнует, как я могу вот пойти вот в это духовное, это сегодня, конкретно чем мне надо? Сегодня другое время, но как бы у Бога есть план для тебя и в сегодняшнее время? И в первую очередь я говорю о желании, о посвящении, о некой такой, ну вот нашей готовности, вот о том, чтобы мы даже Его об этом попросили, да, что помоги моему не верю, скажи, что конкретно мне сделать, как мне конкретно, да, и поэтому я и привел пример даже к проэлементарному ничего, что мы вот иногда просим Бога там о чем-то, а вот на какие-то такие вот простые вещи не готовы решиться. И я поэтому вот, ну я вас буду продолжать по этому поводу мучить. Спрашивайте у Бога. Если, ну как бы, говорите Ему как бы о своем желании. Хотим ли мы действительно вот в что-то более духовное войти? Или вот для нас христианская жизнь это просто просидеть на стуле, молиться и скажешь, я молился, я молитвенник, я за пробуждение стоял в молитве половину своей жизни. Может быть кто-то так и должен был. Но ты уверен, что это ты так должен. Может быть есть что-то большее, что можно сделать ради Христа, для Христа, ради Духовного. И, ну, поэтому, знаете, я не могу вот от этих вопросов уйти в более мягкие какие-то формулировки. Чтобы вот действительно вот так мы говорили. Я понимаю, что вот это я давлю на вас. Но вот оно по-другому не говорится. Потому что Иисус тоже был достаточно радикален, когда об этом говорил периодически. Потому что, ну вот в реальности, многих из нас Бог не может использовать. Потому что мы в реальности Богу не доверяем. Мы хотим, как бы мы сказать, Бог, ну используй. Много раз просто даже... Потому что я говорю, что для нас праведность и святость больше заключается в том, чтобы не грешить. А Богу важно, чтобы мы что-то стали делать. Помните притч про таланты? Мы больше смотрим, что одному был дан один, и он его закопал. В оправдании, что дали бы десять, пошел бы использовать. Если один не используешь, то и десять использовать не будешь. Еще больше испугаешься. Потому что надо начинать с одного. И надо начинать вот именно с... Потому что вот тот человек, который зарыл, я уже как-то говорил, он поступил, как очень ответственный христианин. И иногда мы вот так себе представляем христианство. Спрятал, чтобы не потерять, чтобы не испачкалось. И потом... А я как, опа, вот, все. Как призвал, так и я, вот, чистый не... Он говорит, ты ленивый и лукавый. Понимаете? Потому что те пошли и отдали торгующим. Да? Пошли и вот приумножили. У них было желание это приумножить. И это было связано с риском. А мы рисковать не хотим. Потому что это вот как-то на нашу святость может повлиять. А вдруг я ошибусь? А вдруг это неправильно? А вдруг это не воля Божья? И так далее. Ну и поэтому мы часто и никогда не узнаем. Но, знаете, вот я говорю, это большее зло. Вот этой боязни ошибки. Лучше ошибиться. И потом исправиться. Вы знаете, как были сделаны большинство открытий, которыми мы сейчас пользуемся? Эдисон. Знаете такого, да? Про него, по-моему, написано или говорят? Сколько раз он там делал эксперименты свои? Ну, что-то я про тысячи какие-то слышал. И не получалось. Не получалось. Но он не останавливался. Все было сделано ради того, чтобы один раз потом по-настоящему получилось. Таблица Менделеева. Существует такая, как бы, сказка о том, что она ему приснилась. Я однажды пошел глубже это все изучал. Не совсем так. Он очень долго ломал над ней голову. Он настолько был ей вот одержим. Он о ней постоянно вот думал, там не сходилось. Знаете, там был такой момент, что вот не получалось ее сделать, вот эту вот таблицу. У него была эта мысль, что вот должна быть какая-то зависимость, вот там масс, знаете, да? Там атомные массы. И там идет это все по возрастанию. И вот что они как-то, там есть логическая цепочка во всей этой таблице. И не получалось ее сделать. И основная проблема была в том, что массы каких-то элементов были померены неправильно. И уже записаны. Ну вот тогда так мерили, и было что-то неправильно померяло. И вот не сходилось. И он, и вот он, ну как бы боролся с этим, и он смог предположить. И он взял и ее как бы сделал, вот вопреки тому, что массы были неправильные, он взял и так это все расставил, как бы вот фантастически уже, как оно могло бы быть, знаете. И она потом ее, ну, во-первых, он это, ну как там, он лежал на диване, ему пришла эта мысль. Он дремал, он об этом размышлял, и его посетила вот эта мысль пойти против вот этой логики, которая уже была как бы известна. Понимаете, пойти против вот этого устоя, как вот было уже зафиксировано. Взять и вот изменить. Еще не померив, не посчитав, но взять и вот изменить и нарисовать. Вот так вот будет. Знаете, это очень похоже на то, что вот, ну, как мы должны жить. Что мы можем вот изменить какие-то вещи в своей жизни, какой-то ход своей жизни. Понимаете, вот у Елисея был ход жизни, все, ну, нормально все, чего ему еще. Двенадцать порвалов, сам на двенадцатый все покрыто, уважаемый человек, благотворительностью может заниматься. Но есть какой-то вот или это духоман, с которым Бог там действует по-настоящему, он слышал про него. И вот раз, тот на него вот так своим грязным пиджаком задело в него, и тот вот взял и все понял, захотел это все понять. Понимаете? Потому что вот, ну, как бы, можно же по-другому было, что ты не кинул на меня это, ты? Не хочу я ничего, ну, как бы, менять, мне все устраивает в своей жизни. Я вот помню, как-то вот, когда дедушка к нам приехал. Что? Хвалов. Да, епископ. Епископ Хвалов, да. Ну, для меня это вот дедушка, человек Божий, потому что я и не знал, что он епископ, и, ну, как бы, и не важно. Ну, вот, помолился, попророчествовал, я махнул, что, а, ничего не работает, как обычно, но потом, ну, как бы, начало работать, и я не стал отворачиваться вот от этого. И я говорю, что те вещи, которые там, я начинал делать, тогда еще, да, ну, может быть, кто знает, там, первую конференцию, потом, давай строить, давай реаграционный центр открывать, давай, там, письмо Раймунду писать. Я помню, когда первый раз, там, я говорю, у меня мысль, я хочу письмо Раймунду написать. И мне вот, ну, тот человек, который я тоже там знал, как-то, ну, зачем, 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 зачем. Ну, то есть, вот, даже вот эти идеи, они были, как бы, вот, ну, какими-то такими, чтобы письмо Раймунду написать, его нужно было написать, придумать, потом перевести, найти адрес его, да, и вот, ну, нужно было что-то делать, нужно было выходить из зоны комфорта, и даже, ну, когда я решил, я потом отложил, потому что, ну, как бы, вот, никто меня не поддержал сначала, и был один человек, этот вот, Леха Тришин, да, который был переводчиком на первой конференции, ему эта мысль понравилась, а он мне потом, там, через два месяца писал, ну, ты что, там, написал письмо Раймунду? Я говорю, нет. Я говорю, ты что, давай пиши, классная идея, я говорю, да. И все, и вот, ну, один человек всего лишь меня поддержал, и я потом просто увидел, как много потом из этого письма родилось, потому что, ну, это очень важно было, чтобы вот такой духовный человек, который прошел свой путь, уже про которого как раз и можно сказать, что вот он Абель, вот по его жизни можно сделать срез и сказать, да, он пошел за Богом, он научился служить, он получил эти откровения, Бог через него плод сделал, понимаете или нет? Потому что, ну, мы должны вот вдохновиться такими людьми, мы должны их найти, этих настоящих Абель, они есть, они есть на странице Библии, они есть в истории христианства, такие как Мартин Лютер, там, Ян Гус, ну, и в двадцатом веке есть много, и они, и сейчас есть какие-то тоже, которые сейчас вот, ну, нельзя сейчас про всех сказать, правильно, что вот они Абель, те, которые великие и выступают, потому что, ну, не у всех есть вот это настоящее духовное откровение, знаете, вот, проповедуют много, но многие проповедуют про деньги, про какие-то там чудеса, про вот, да, и ты чувствуешь этот дух, что они о земном, и Петр говорит то, что, ну, есть очень много таких, которые их, Бог, их чрево, их слава в сраме, и их все мысли о земном. Говорят, ну, вот сейчас, и мне тоже хотелось бы сказать, кого ты слушаешь, есть у тебя хоть один Абель, которого ты слушаешь, который действительно вот от которого веет духовными откровениями, ищешь ли ты вот даже слушать хотя бы Абеля, через которых вот, ну, действительно, ты чувствуешь, что человек пошел в первую очередь за духовным. И многие из них, они будут как бы, ну, может быть, знаменитый, но обратил внимание на тех, кого не очень любят, на тех, кого, может быть, за что-то критикуют. Потому что те, которые вот часто на виду их славе, это еще не факт. Я поэтому вот и хочу, чтобы мы научились вот, ну, этим принципом, да, через Каина и Абеля на кого смотреть. Про праведников еще что сказано? Семь раз упадет. Про тебя можно сказать? Хоть раз падал? Ну, есть те, которые вообще не встают. Но есть те, которые, ну, потому что, ну, должны пойти, праведник встает, и это как бы тоже нормально. Я вам больше скажу, что вот у Каина, у него с виду все ровно. У него все нормально. Ну, вот, я говорю, мне нравится Елисей, который вот в середине своей жизни, или даже уже даже, наверное, не знаю сколько лет, не буду придумывать. Ну, взрослый вот, добившийся чего-то человек. Но он меняет свое направление и становится вот этим слугой Елисея, слугой человека, который вот одет плохо и ест мало. но это, это символы, это символы. То есть это вот именно вот эта вот жажда к духовному. Мне нравится, как Павел говорит, Деяние, 20 глава, 24 стих. Что? Макс. Деяние, 20 глава, 24 стих. Да ничего, все хорошо, пусть спит. В присутствии Божьем можно и спать, ничего страшного. Вот Павла там, да, Дух Святой везде показывает, что его ждет тюрьма. А как вот он реагирует? Да вот, взрослый христианин. Но я ни на что не взираю и не дрожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедки Евангелия Благодати Божией. Мне вот нравится вот эта вот его мысль, что он не просто вот лишь бы мне совершить, а он вот это слово вставляет с радостью совершить. То, что, ну, вот, говорит о желании, то, что я действительно хочу исполнять волю Божью. Хочу. Не просто вынужден, а хочу ее исполнять. Хочу исполнять с радостью. Вот об этом я думаю. И вот мысль, да, ту, которую я говорю, что мы на этой земле не для того, чтобы все сразу сделать правильно. Мы на этой земле для того, чтобы ошибаться тоже. И поэтому провести Бога, провести нас Богу, да, через вещи, которые не сразу будут получаться тоже воля Божьей. И здесь разные вещи, и падения, и краки в бизнесе, и смерть любимых людей, и разводы, и свадьбы, и так далее. Ладно, давайте еще одну историю просмотрим. Лука, 14 глава. Я вам такой небольшой эксперимент покажу сейчас. Умение правильно понимать, что Иисус хочет сказать. Потому что Библию можно трактовать очень по-разному. Особенно, если вы дергиваете с контекста. Поэтому, почему нужно учиться, почему нужно в этом возрастать, чтобы не стать такими людьми, которые могут даже иметь неправильную практику только из-за того, что неправильный контекст был. И мы не поняли. И я вам сейчас вот прям это покажу и докажу, как это вот даже работает на практике. Как результаты могут быть даже противоположные в нашем мышлении и в нашей практике. Вот я сейчас вам прочитаю сначала с 28 стиха, 14 глава от Луки. И мы поговорим, что вы здесь понимаете. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит и сдержит? Имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну, против другого царя не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами. Иначе пока тук еще далеко, он пошлет к нему посольство просить аминь. Вот я вам прочитал всем известный отрывок Писания слов Иисуса Христа. О чем здесь говорит Иисус? Как мы практикуем это слово? Вот мы берем сейчас, читаем это слово, оно само по себе лаконично и понятно. Правильно или нет? Ну, какой из вас там, что нужно быть таким практичным, расчетливым? Правильно или нет? Об этом говорится. Так мы практикуем, так мы должны практиковать, что мы прежде чем что-то сделать, должны обязательно посчитать. Сможем ли мы это делать? Правильно или нет? И мы часто, знаете, вот когда я начинал в шестнадцатом году, и вот, у меня же есть вот эта вот, моя любимая позиция, именно любимая, это мой дом, мои друзья, это Ретов, там где я вырос, сильная организация, благословенная, и я попытался с ними пойти тоже от них как бы, наладить с ними контакты, ну вот не получилось, они такие закрытые, им нужно, чтобы вот им самим все контролировать, да, чтобы вот им было ясно, понятно, видно, и несколько раз, как бы вот я так слышал вот эту ихнюю фразу, я не помню, мы не то чтобы даже что-то там попросили, но было вот такое, что ну у них уже все поставлено, у них действительно можно что-то попросить, сказать, ребята, вот мы, вы же тоже много у кого что просите, может вы нам тоже что-то дадите, мы начать хотим там и так далее. Мне было сказано вот это, а ты посчитал вообще, что ты потянешь это, зачем ты начинаешь что-то, если ты не посчитал, вот ты же знаешь, вот как в Библии написано, надо сначала посчитать, сесть, понять, вообще вытянешь ты это, не вытянешь, и только после этого начинать. надо начинать. Если мы так будем вот все время двигаться в своей жизни, а особенно в движении за Иисусом, разве это Иисус хочет сказать? Ну вот тут же так вот написано совершенно ясно, он говорит, ну вот, я бы вообще вот это место, оно очень глубокое на самом деле, оно очень такое, даже вот следы немножко обманчивое, потому что вот если вырвать из контекста, потому что Иисус это говорит вообще в определенном контексте, причем и в начале и в конце. Он начинает с этого контекста и заканчивает этим контекстом. И в середине стоит вот этот вот пример. И если вырвать этот пример из контекста, он нам будет говорить совершенно обратное, что пытается сказать Иисус. Вот такой парадокс есть условия, Боже мой. Теперь давайте прочитаем полностью вместе с контекстом это место. Это с 25 стиха 14 глава Труки С 25 стиха С ним шло множество народа И он обратившись сказал Во-первых мы должны видеть куда он искал С ним много народа идет И такой оглядывается Вау сколько народа И он начинает им говорить Множество народа И он обратившись сказал Если кто приходит ко мне И не возненавидит отца своего И матери, и жены, и детей И братьев, и сестер А при том и самой жизни своей Тот не может быть моим учеником И кто не несет креста своего И не идет за мной Не может быть моим учеником И дальше он вставляет вот эту притчу про башню Ибо кто из вас желая построить башню И потом про вот этого царя Не сядь и не посчитает И потом вот Я 32 я не буду Потому что мы уже это прочитали Иначе пока про царя здесь написано Иначе пока тот еще далеко Он пошлет к нему посольство Просить о мире Так и всякий из вас Кто не отрешится от всего Что имеет не может быть моим учеником Соль добрая вещь Но если соль потерять силу Чем исправить ее Ни в землю, ни в навоз не годится Вон выбрасывает ее Кто имеет уши Да слышит Да слышит По другому или нет? Вот когда в контексте Разве Иисус говорит нам о том Что мы прежде чем за ним идти Должны Сесть и посчитать Или нет? Вот я не до конца Это понимаю Вот его мышление Почему он приводит эту притчу Да? Почему он вот именно Такую притчу приводит Может быть есть какая-то Именно вот Какое-то небольшое Другое изменение значения Именно из-за перевода Но послание его Заключается Не в том, что мы Прежде чем что-то делать Должны сесть посчитать А в том, что Дело получится В результате твоего полного Ему посвящения А не потому, что ты посчитаешь То есть Он как бы и говорит, что Вот эту башню Сможет достроить Только тот Кто Действительно пойдет за ним полностью По-настоящему Кто будет настоящим учеником Вот там что происходит То есть он оглядывается И видит за собой кучу людей И он понимает Что половина из них Вот просто так идут Или даже не половина Просто вот идут за ним И сами не понимают За кем идут И они начали там свой путь А смогут ли они его закончить? И вообще они понимают Зачем они идут Или не понимают Зачем они идут? И много раз Вот мы так вот За Христом идем Не понимаем Идем мы за ним Не идем мы за ним В церковь-то ходим Вроде Библию читаем Но есть ли у тебя Вот действительно Вот это вот понимание Что ты идешь за ним Что для тебя Идти за ним Это вообще самое важное В твоей жизни Вот он про это здесь говорит Что вот это вот Посчитать И прикинуть Потянешь ты Или не потянешь Оно не для того Чтобы вот Действительно Сесть Посчитать Или прикинуть То есть Получается Тогда Ты должен Да Слушай Я вот одному человеку На днях сказал Я говорю Ну что Христиться будешь Он такой Ну То ли он сказал Следующим летом То ли Там На Новый год Я не знаю Как то он это И ну Я говорю Зачем Ну А какой смысл То есть Ты вот просто Ну как Вроде в планах Есть Но И вот Ну как В этом же нет Вообще никакого смысла То есть Я как бы Собираюсь Стать христианином Но когда-нибудь Вот попозже Мне надо еще Вот об этом Как бы подумать Или вот Про царя Здесь да Написано Идя на войну Против другого царя Да То есть Ты Ты понимаешь Что вот Ну То что ты стал Христианином Теперь против тебя Все Твоя плоть Дьявол Мир Ну Я Да Враги домашние Да Но основные Вот эти вот Враги Плоть Мир Дьявол И он сильнее тебя Ты должен это понимать И тогда вот Ну твоя задача Ну действительно Ну Ты должен понимать Что это не игра Христианства Это не игра Ты хочешь Победить Ты хочешь Ну достойный плод Ты действительно Должен Вот это вот В своем Сердце Христа Постараться Поставить на первое место Его волю Его желания Его Ну как бы На деле А не Сесть Да Вот это вот Ну я подумаю Я посчитаю Я пока Своё решение Не буду Говорить Не простое место Писания Но Вот я говорю Как Оно может быть Действительно Для меня Совершенно Разное Вот Поэтому Вообще Будьте Осторожны Вот именно Вот с этим Потому что Вот это вот Мысль Да Когда Ты вырываешь Это из писания Из контекста И говоришь Ну надо сесть Посчитать Какое-то решение Которое нужно Принять В твоей жизни И Ты Должен сесть Думаешь Должен сесть Посчитать А я считаю Что Вот Принимать Или не принимать Это решение Должно Больше Зависит От того Что Как бы Царство Божье От этого Получит Ну например Как с учебой Да Почему я считаю Что надо Принимать решение Учиться Потому что Это по-любому Хорошо Для духовного Для Христа Хорошо Если ты сможешь Пойти на эту жертву Учиться Потратить Два раза в год Две недели И потратить Какое-то количество Денег Это в любом случае Хорошо Потому что Ты сеешь Это вот Ну как бы Слово Божье И здесь не надо Вот садиться Считать Доучишься ты Или не доучишься Если Твое намерение Идти за Христом Твое решение Вот они Должны быть В пользу Христа Ясно Нет Я немножко Выкрутил Это Но У меня как-то Это в духе Это в духе Продолжение следует...